Ну, во-первых, я два слова хотел по предыдущей теме сказать. Если коротко, то можно. Коротко, да. Ну, во-первых, все президенты, при всех президентах и правительствах брали в долг. И все меморандумы были кабальны. И когда берешь деньги, надо понимать, что кто тебе диктует условия. Ты, который берешь, или ты, тот, который дает. По-разному. В стране война. 100 миллиардов на оборону, 100 миллиардов дыра в пенсионном фонде. Если кто-то расскажет, как прожить без этих денег, ну, я готов памятник поставить. Поэтому могу вам сказать следующее. Меня сегодня больше интересует не то, где мы что будем брать. Меня больше волнует, чтобы наше правительство не стало правительством статистов. Только собрать налоги, которые есть, и только попросить у кого-то. Нет новаторства. Нет бизнес-инкубаторов. Не создаются территории приоритетного развития. Не создаются свободные экономические зоны, которые так всех пугают. Я создавал в Крыму первую свободную экономическую зону на Украине. ССС и Ваши. И мы Крыму держали, в том числе благодаря ей. В 1994 году. А когда сегодня на трибуну выходят люди и умничают, которые без ССС миллиарды стырили, им хорошо было. То я обалетий не сужу, если в нем не разбираюсь. Это что касается экономики. Так вот, мне печально, хоть я и из БПП, что пока наше правительство является правительством статистов. Нет новаций. Вот это плохо. А что касается Верховной Рады, ну давайте вспомним, в каких условиях она избиралась два года назад. Была волна. Началось АТО. Президент, парламент. Понятно, что на волне вот этой такой, ну скажем, где-то патриотичной, сильной, после Майдана, разные люди пришли в парламент. Добавлю, что в том числе и те, которые сейчас декларируют миллионы, которые хранят дома. Ну послушайте, мне как-то в аппарате сказали, что у 40 депутатов нет высшего образования. Я был в первом... Но есть миллион долларов. Я, слушайте, я в первом суживе был 25 лет назад депутатом. Я не могу себе представить, чтобы можно было избрать человека. Но такова была ситуация, соответствовало настроение общества тем, кого они выбирали. Естественно, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Но самый большой показатель это уровень жизни людей, качество жизни людей. Оно, к сожалению, стало хуже. Хвастаться нам особо нечем. Поэтому могу вам сказать, в целом все вместе. Граждане в первую очередь, солдаты, которые сидят в окопах на Донбассе, депутаты, все, ну кто больше, кто меньше. Ну, слава Богу, страна сохранилась, удержали ее как-то. Считаю, что мы работали в целом неудовлетворительно. Понятно. Юрий Лесин, а ваше мнение, за эти два года работы, за эти итоги депутатам стоит заикаться о повышении зарплаты для себя? Я вважаю, что если говорить про Виховную Раду как коллективный орган, как коллективный орган, не о камерах народных депутатов оценивать. Если оценивать коллективный орган, то, безусловно, оценку можно поставить лишь двойку. На самом деле, потому что Виховная Рада и коллективный орган, и большинство народных депутатов не отображают абсолютно божания, интересы общества, не представляют общество. Потому что Виховная Рада должна быть представительский орган. У нас так выходит, что, на самом деле, приблизно 1% депутатов представляет 90% народу, а 90% депутатов представляет олигархическое поле. И вот в чём проблема. И поэтому, безусловно, я вважаю, что в Виховной Раде можно только двойку поставить. Хотя бы начиная с того, что, хотя бы, проживавши 2 года народным депутатам, это моя первая каденция, я бы с жалем бачу и змушен констатурировать, что поважно большинство депутатов даже не знают, за что они голосуют. Они не читают эти законопроекты, так? Иначе наши студии, в этих студиях, в каких разах, в правильной дискуссии, когда с некоторыми депутатами дискутуют, что он говорит, что нет, там такого не написано. Они говорят, вот, пожалуйста, подивись, за что ты голосовал. И он говорит, ой, ничего себе, я этого не знал. Ну, вот такая ситуация. Я хотел бы, знаете, просто, буквально, если даст 20 секунд, повернувшись до минулой темы по МВФ, только в каком плане. Завжди, когда я говорю о МВФ, есть одна маніпуляция, которую я всегда пытаюсь развинчивать. И хотел бы сейчас это сделать, потому что это, по суті, помирание мозгов наших граждан. И люди это слушают, и не понимают правду. Последно рассказывают про то, что нам что-то кто-то навязывает. Насправді у МВФ, как и будь-якой иншой международной финансовой институции, за великим рахунком есть только одна вимога. Чтобы бюджет был сбалансованный. Чтобы выдатки дорівнили доходом. Все. А как это сделать, это прерогатива суверенной влады соответствующей страны. И даже если я специально зашел, знаете, я зашел на соответствующую официальную строчку сайта МВФ, и тут даже слово «меморандум» как такое, так? Эта строчка даже не называется словом «меморандум». Потому что «меморандум» имеется в виду, что двое подписываются. Подписывается одна сторона, а другая сторона называется «Letters of Intent» – «Листи намерев». «Листи намерев», которые пишут соответствующие уряды, соответствующие страны, до МВФ, что они планируют сделать. И МВФ решает, что им это достаточно, или нет. Поэтому, конечно, можно написать… В общем, смысл этого не меняется, по-моему. Не, 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 меняется смысл, потому что можно сбалансировать бюджет шляхом урезания всех социальных виплат, так? Но, при этом, не чипать олигархичный и криптократический класс, абсолютно, так? Но, при этом, можно и другой вариант сделать. Можно сделать социальную справедливую податковую систему, закрить офшорные схемы, запрати правосудовое податкование, нормально сделать правоохранную систему, которая бы ловила всех этих, у которых 1,5 миллиона готівки дома лежит, так? И тогда не нужно было бы урезать настолько выдающую часть. Два года назад у украинского общества был очень большой запрос на новых людей, не на тех, о которых вы, Сергей, сказали, у которых даже среднее, среднее вы сказали образование? Я не знаю, нет высшего. Нет высшего образования. На действительно людей, которые могли стать реформаторами. Алена, я говорю о вас, Татьяна, о вас, Юрий, Иван. На людей, которые… Это были новые лица в политике. Почему, как вам кажется, почему этим новым лицам политики не удалось, по большому счету, изменить украинскую политику? Можно, да? Можно. Ну, по-перше, какую оценку я поставила парламенту? Вы знаете, у меня были величезные сподевания на это склихание. Я поставила по старой 5-бальней шкале, может, 2 с плюсом. Ну, 2 с плюсом. Плюс за что? От плюс за те, что действительно… То двойки плюсы не додавали никогда. 2 с плюсом. Были хорошие инициативы. Это пессимист с надеждой в будущее. Ну, да. Не можно не быть оптимистом в нашей политике и в этом парламенте, поверьте. Были хорошие инициативы, были правильные законы, которые мы принимали и просто выгрызали. Ну, я скажу про… Закон о газ-службе. Я скажу про государственную службу, извините, да? Про рынок газу. Закон есть, рынка нет. Про государственную службу. Закон есть, правил нет, конкурсов нет. То есть, законы не выполняются. Центр принятия решений для меня это было открытие, честно. Не в парламенте. То есть, у нас парламентская президентская республика, но центр принятия решений. Або на Банковой, або в АМФ, або в Уряді, або где еще. И нам спускают эти вещи, да? Опозиция, я взагалі, не принимаю участие в жодных переговорах. Наши законы не ставлять, нас не чуют. Наши пропозиции хорошие не принимают. Нас называют популістами. Потом эти пропозиции проводят сами. И уже говорят, что, ну, забудьте про то, что мы вас называли популістами. Но, например, в парламенте нет голосов на реализацию мінских договоренностей. Это, наверное, единственное, за что я поставила плюс. Пока что этот парламент это остановил, потому что у парламента, наверное, еще есть ощущение, так что, сохранение своего жизни.